приветствую всех зрителей подписка в канал также гостей пришедших для просмотра данного ролика invisible на канале начинаем я не знаю буду не до конца или нет в общем отзывы такие положительных отзывов дофига в плане сюжета в плане вообще как вот игру сделано да там по графике там туда но очень много и негатива за счет того что говорят игра очень медленная очень такая тяжкая блин ну в общем смотрим так стрекоза небольшой исследовательский аппарат межпланетного содружества с экипажем и 6 человек изучает отдаленные уголки космоса посетив и изучив множество планет команда стрекозы завершает исследовательскую миссию однако по пути домой их ждет еще одно задание несмотря на риск астрогатор новик лично добывает редкий чрезвычайно ценный минерал ценой сломанной ноги и значительной боли новик добывает минерал однако происшествие с астрогатором не мешает команде праздновать окончание цикла исследований для экипажа это было время большого успеха и единения довольные результатами они прокладывают курс домой и отправляется на заслуженный отдых в камере искусственного сна где где я голова марит кто-нибудь что-нибудь ух ты как интересно сделаны понял надо удерживать клавишу короче и делать выбор база говорит доктор ясно не нужна помощь база как слышно у меня тревожные симптомы когнитивная дисфункция сильная боль в лобной доли без ориентации на первый взгляд серьезных травм нет но мне от этого не легче я даже не знаю как сюда попала и где вообще нахожусь нужна помощь повторяю меня кто-нибудь слышит наш ранец доктор доктор вот дерьмо база я что-то услышала приемник сдох не передатчик кажется пока работает черт возьми маяк пропал и и он пакет целых 2 гектабара на несколько часов хватит от запасы пищи запасов не так-то много наверное это была краткосрочная разведка а может миссия подходила концу ничего так и знала я здесь одна маяка тоже не видать посмотрим подставила меня ясность прошлого или нет посмотрите свои записи вы на планете регистре что мне вообще ни о чем не говорит а с экипажем связи нет так что докладываю эту планету я не помню последнее что я помню секунду мы завершили исследовательский цикл нас уже погрузили в искусственный сон то есть мы возвращались может права в памяти побочный эффект подавление метаболизма звучит неправдоподобно почему-то наш экипаж разделился на две группы первая разбила лагерь может быть я была с ними или как раз направлялась в лагерь так немножко гамма убавила сильно засвечена обе группы приземлились на одной площадке на планету приземлилась два посадочных аппарата нестандартный ход может первый ушел из строя первая группа исследовала океан из биолога странные дела а другая группа или только я пошла по другому маршруту в направлении точно я направлялась прямиком в лагерь вы наверняка где-то рядом дайте мне знак сигнальный огонь зонт что угодно ладно направляюсь в лагерь но нужно смотреть в оба смысл ориентиры там молодчина ясно из прошлого не подвела похоже с этим надо бы прекращать вычислите точное местонахождение свое я еще нечто похожее на пса характерная конструкция совершенно не похожа на пса а вот это похоже а вот и пёс один есть нужен еще один окно это чё у нас объект который я назвала иглой он да похоже на ушко иглы докладываю я установила свое местоположение пора в путь крокодил игла и пёс да как мы можем дойти стрекоза кажется я вижу наш корабль вы собираетесь меня без меня улетать так это я постой а это что такое по нафиг переворачивать это эту страницу тут пока не ясно куда ты и и пока оставим здесь мы вот принципе движемся сюда нам вот туда наверное нужно да я все-таки в каньоне ориентироваться тут не так просто надеюсь что данным можно доверять и что вы близко тут мы можем вообще что-нибудь искать найти или что мы просто бежим пока ты локатор у локатор что-то засек вряд ли это кто-то из экипажа но вдруг повезет найти маяк так ну пошли тогда до него водоем маяк а чё могу доложить нашла поищите меня на локаторах на этой пустынной планете есть вода или другая жидкость которая помешала развитию биосинтеза восполнить запасы питьевой воды будет непросто нужно проводить испытания отфильтровать оваль как дела пока порядок вы ясну проведали как раз собирался уже проснулись хорошо я уже пришла в сознание все хорошо могу встать не торопитесь иначе мне вас с пола поднимать так попробуйте встать не торопитесь доктор горски выглядит так себе горски как вы себя чувствуете пока не вставайте неужели так сложно запомнить пару простых правил нужно ноги размять совсем занемель а как вы хотели искусственный сон посидите немного вот держите и запомните третье правило да помню пить достаточно жидкости потихоньку вы всегда первая на ногах не знаю как вам это удается дело привычки после нескольких циклов реагентного сна либо начинаешь привыкать либо превращаясь в черепаху оваль поможете сейчас такого это не наша система кто-нибудь заметил что мы не там где должны быть оваль не сейчас смотрите сами доктор это не та планета вам пока нельзя вставать оваль прекратите говорю вам они там проснулись да да мы слышали довольно ясно экипаж астрагатор встречаемся в переговорной через 15 минут плохи дела посмотрим но сначала вот держите и запомните у нас тут у нас и в этой игре сохранения хрен знает как я между по этим . ну что такое мы идем по воде но но я до сюда пришел для того чтобы воды наверное набрать она не хочет набирать отсюда воду так локатор ладно не так мало локатора ни хрена не засекает почему тогда сюда пришли видимо зря мы сюда пришли видимо зря мы сюда пришли видимо зря мы сюда пришли куда так чуть нифига не понятно здесь я залезть на смогу обратно или здрасте приехали выход с территория куда мы выйдем так не свались пожалуйста мы до туда не допрыгнем так найти дорогу в лагерь вот наверное вот сюда нам надо бежать потому как тут мы еще нифига не исследовали там у нас еще карта вроде как от закрыта на крокодила хочу с тобой типа ты не можешь долго бежать окей а где тогда полоска нет никакой и по энергетам у нас легость может как-то здесь пройдем где эта фигня у нас кто-нибудь где-нибудь еще на буре вулканическая зона но это херня нам ничего не показывается на некоторых планетах такие бури продолжается несколько сотен дней надеюсь они на одной из них если поблизости есть активные вулканы выбросы пепла сильные перепады температуры могли бы объяснить отсутствие флоры и фауны но ведь здесь какая идиллия воздух чистый небо тоже почва похоже латеризированная пропасть да не видно лучше об этом не думать здесь тоже мы не спрыгнем зачем нам туда так продолжать иди в сторону лагерь блин ладно я просто даже знаешь не знаю будут ли тут какие-то враги или еще что-то он был скорее всего подав так мы нашли какой-то запуток солнце солнце заходи спрячь за рощи цей лучи вижу лагерь чуть больше 400 метров по прямой меня кто-то слышит я вас вижу нужно только спуститься здесь край и там край здесь спуститься не получится пока я же могу обойти бы канал закрепить меня его почему-то нет здесь он не такой крутой но не слишком пологий я пока поищу если подумать пожалуй я пас не хватало еще что-нибудь себе сломать блин что же если она меня настигнет так тому и быть скафандр выдержит край какой она сказал вот это да не очень полно да блин а чё давай попробуем а чё у меня же нету ни хрена чёрт до сколько можно ходить кругами похоже все таки придется спускаться твою мать вышло так себе но я в порядке скафандр тоже как мы она сказала скафандр выдержит видимость могла быть и получше может стоит подождать вот такая судьба усилится тогда я вам уже не попаду подожди я ж за камнем алло что произошло где вот это за значок в правом левом нижнем я направлялась к невероятно я гораздо ближе к пункту назначения сколько же я шла совсем этого не помню я что опять отключилась сохранение видимо проходит отправьтесь ручка поближе к лагерям найдите место посадки посадки не нужно как можно скорее вернуться на стрекозу попасть лазарет и провести полное обследование вот там лагерь как мне до него идти я здесь не заберусь блин да графика прикольно слушай но ты что мы дальше идти не можем я здесь на стреку за бред взял бред за бред за бред за бред эта херня не ловит вообще ничего пин карта же есть продолжайте идти в сторону лагеря я вот как продолжаю идти в сторону лагеря не очень получается и через опять а к этим камнем подойду до я не могу залезть заколепала на задыхаться ну короче насколько я знаю вся игра в таком вот стиле мы будем вот так вот ходить медленно там будут давать эти куски истории ходить конечно не только по пустыне даже лагерь сейчас найдём а возможно в будущем найдём членов экипажа а 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 астрагатор доктор горски как раз во время есть новости есть новый набор данных зонтового поверхности отлично а есть активность 0 0 2 можно считать что нет атмосфера углерод аргон углекислый газ метан остальное кислород с секунду получается 16 процентов такой концентрации кислорода на планете должна быть жизнь по меньшей мере микробов но мы ничего не обнаружили этим разберемся потом давайте разберемся с данными зонда практически на нуле иными словами рай не радиации не эндоспорные бактерии не плесени вирусов ничего пока кислород если на континенте нет живых организм что кислорода там быть не должно что если жизнь развивается на других континентах сомневаюсь инсоляция за пределами акватории вы разве не подметил толщину полярных шапок по меньшей мере 8 а то и 10 километров в льдах водоросли скажем но только почему живые организмы не вышли на суще если верить данным зонда активность на суше в этой части галактики чрезвычайно мало может здесь идет особая эволюция нет терпимо их засухи это бы объяснило некоторые отклонения ладно надо будет заглянуть под воду сначала нужно понять с каким временным промежутком мы имеем дело ну и чё ты мне эти листы дала марит геологический анализ готов деталь окончатель делать окончательные выводы пока рано но мне кажется планета довольно по моему окаменелому яйцу как минимум 6 миллиардов лет да и солнце здесь явно не молодое практически красный капель что редким неископаемым формам жизни существом такие подробные данные отсюда не добудем значит придется спускаться на поверхность астрогатор а что именно мы пытаемся выяснить ценность этой планеты сейчас это звучит абсурдно но уверяю вас в регистре определенно предоставляет интерес представляет интерес при всем уважении астрогатор мне кажется вы не говорите нам всей правды вы как обычно самопроницательность доктор прошу простить мою немногословность для меня было важно сохранить беспристрастность исследования есть один фактор за которого планета представляет для нас особый интерес альянс 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 да альянс они здесь причем дело том что они отправили сюда свое элитное подразделение но ведь кондор насколько нам известно находится в дальнем квадрате речь не про кондор непобедимый именно так доктор именно так стальной элефант способны производить миллиарды киловатт за долю секунды преобразовывать их в энергетические поля которые невозможно преодолеть превращать их в разрушительные лучи горячее солнце которые могут обратить горячую цепь в пыль а океан в облако пара на его борту экипаж примерно в сотню человек настоящих профессионалов но лучшие и не худшие позвольте себе заметить астрагатор что мы подавлены они как известно признанные мастера пропаганды соглашусь некоторые достижения которыми они хвастают сильно преувеличены но в потенциале непобедимого сомневаться не стоит и нам как ученым следует отстраниться от эмоций и символизма иными словами не стоит пренебрегать факторами только потому что они нам не по праву это ясно но мы здесь вообще плечо особенно учитывая наш скажем прямо не самый многочисленный экипаж у нас все равно есть возможность получить ключевое преимущество над альянсом невзирая на нашу численность при этом в нее вступая можно здесь поподробнее разумеется все просто мы покинем планету до того как на нее они прибудут сколько у нас времени они еще далеко астрагатор сколько у нас времени на спокойную работу 13 стало быть нельзя терять ни минуты похвальное рвение коль доктор краута полное снаряжение требуется определенно также замечу что долго надолго снимать шлемы крайне не рекомендуется концентрация метана все-таки выше безопасного уровня дыхание в местной атмосфере снизит сатурацию и у вас могут появиться симптомы характерные для черепно-мозговой травмы после ошеломления но раньше чем через час или даже два но не раньше чем через час или даже два вот как доктор горски запрограммирует тартки на сбор образцов разумеется марит карата подготовьте к высадке на поверхность оваль вы тоже вылетаете рано утром а как же я вы остаетесь на борту доктор астрагатор никаких но вы нужны мне здесь чем по вашему биолог будет заниматься на регистре вот уже если мне было приказано оставаться то какого черта я здесь забыла вала небеса кто-то остался в лагере говори доктор ясно как слышно захожу на территорию лагеря есть кто живой это всего лишь андробот 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 следует моим указаниям андробот 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 Что-то еще должно быть. Так, это Андробот. У нас вот здесь еще что-то. Пусть свечи вытянутся. Может где-то наверху? О, а что если... Арти, позиция по умолчанию. Пофига ему, да? Не знаю, что с тобой не так дружище, но на контакт ты явно не идешь. Доктор Краутер. Вы меня разве не слышали? Доктор, вы в порядке? По-моему, он сошел с ума. Доктор. Пожалуйста. Почти, спрошу. Докладываю. Нашла доктора Краутера. Он в лечебном состоянии. Начинаю первичный осмотр. Температура в норме. Пульс тоже. Патрурация в норме. Физический доктор совершенно здоров. Зачки реагируют на свет. Следите за пальцем. Реакция мгновенная. Говорит база. Как слышно? Прием. Позвольте. Ясно. Вы меня слышите? Астрогатор? Наконец-то. Я вас уже два часа слышу. У меня приемник вздох. Мне нужно оправдываться, доктор. Я в курсе. Передатчик исправен, так что ваши отчеты я слышу. Вам пришлось нелегко. Подождите, пожалуйста. Я сейчас подключусь. Райка связи, раз-два, раз-два. Видишь, у вас хорошо, доктор? Я правильно понимаю, что жизни доктора сейчас ничего не угрожает? Да, таков мой первичный диагноз. Но на речь он реагирует? Нет. Каковы ваши выводы, доктор? Возможно, это последствия психического расстройства или серьезной травмы. Однако он полностью здоров как умственно, так и физически. Эпилепсию и хронические заболевания тоже можно исключить. Получается, он просто здоров? Напротив. С ним явно что-то не так, но хуже всего то, что я не понимаю, что именно. Я подготовлю вас за ретку. Но сначала посадочный аппарат. Разве вы нельзя эвакуировать немедленно? Будь это так просто, я бы уже отправил сверчика. Найдите журнал миссии. Там должны быть важны данные о действиях экипажа. Нам осталось отыскать троих. А еще вам нужно обозначить место для посадки. Как ты говоришь, что он психически здоров? Вот он психически так как раз, он ни хрена не здоров. У него хера узнает, что-то в мозгах. У него каша. Он сидит что-то там. Здесь есть кто-нибудь еще? Я нашла доктора Краутера. Это не журнал миссии, но тоже пригодится. Доктор Краутер ввел записи. Тщательно, как всегда. Что там? Так, первичный анализ образцов. Присутствуют следы никеля, железа, бериллия и титана. Все бы отдал, чтобы понять, что это. Теория. Миллион лет назад гигантский никелево-железный метеор попал в атмосферу регистрит. Расплавив поверхность... Нет, невозможно. Форма конструкции этому противоречит. Так, что-то здесь еще. Доктор Горски вышел за пределы следовательского сектора. На запад. А, да, верно. Он направился к металлическим месторождениям. Думаю, самое важное — это посадочные координаты. PA-2316. Записываю. Отлично. Загружаю данные и начинаю калибровку. Так, а с этим у нас все, да, получается? Вы ищете детектор? Да, секундочку. Обязательно убедите, что он работает. А зачем? Не понимаю, с чего бы он не работать. Довольно надежный прибор. Вот только остальные надежные приборы поблизости уже не работают. Не поспоришь. Как бы убрать. Так, готово. Выхожу из тента. Так, ну вот, сохран... Так, теперь робот. Но он не отвечает. Да знаю я. Я пытаюсь установить соединение. Я могу чем-то помочь? Поищите остальных, доктор. А с лагерем я сам разберусь. Подчиню железяку удаленно. И позабочусь о Краути. И у меня есть все необходимое. Подключение барахлить, да? Не работает. Непонятно почему. В лагере есть релейный передатчик, так что сигнал должен быть достаточно мощный. Релейный передатчик? Ясно. Что вы задумали? Секундочку. Я его сейчас найду. А что с остальным экипажем? Если Андробот не работает, Краути в таком состоянии оставаться нельзя. Он может себе навредить. Ну ладно, вам бедней. Так, найдите передачу в лагере. Все, давай на этом закончим. Как бы посмотрели. Да вон он, видно-то. Посмотрели, начали смотреть игрушку. Я не знаю, буду еще проходить или нет. Скорее всего, да. Потому что пока что интересно вообще, что тут за фигня. Плюс, как бы сказали, что она не очень длинная. Вроде как часов за 6 ее можно пройти. Соответственно, ну, серий 6 будет. Так что, будет, если буду проходить. А на этом это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.